Доброе утро, мир и люди, живущие в нём, традиционно, ну или почти. Утро с горбой, эфиры по будням, сегодня поговорим с вами про денежные каналы. Сейчас подожду удостоверить, что меня видно, подожду каких-то пар глазиков, потому что не очень понимаю, видно ли меня, но два телефона пишут мне, оба телефона пишут мне, что я в эфире. Инстаграм, я вижу, уже присоединяется. Сейчас подожду минуточку-другую, чтобы присоединялся в Фейсбуке. В принципе, будем двигаться вперёд. Я не часто говорю про такое понятие, как денежный канал, у меня на этом свои взгляды, но да, есть определение денежной энергии, есть определение денежной каналы, как входящие, так и исходящие. И, кстати, многие люди, когда озадачиваются вопросами, как прокачать денежный канал, и какие танцы с бубнами устроить, говорят, и чаще всего о входящем денежном канале, совершенно не беря внимание исходящие. А исходять взаимоотношения с исходящим денежным каналом не менее важно. Вот всё, что про слив, либо про невозможность позволить себе, это как раз не связано со входящим. Это как раз исходящий денежный канал. И вот сегодня поговорим с вами про виды, вернее, про потоки денежного канала, что это такое и с какой стороны к этому стоит подходить. Потому что огромное количество людей делают, на самом деле, ужасную ошибку в своём стремлении прокачать денежный канал. Да, вижу, Инстаграм уже пишет. Те, кто присоединяются, вижу, Фейсбук пишет. Те, кто присоединяются, напишите, пожалуйста, «Доброе утро, мир» и люди, живущие в нём. Я таким образом вижу банду, вижу своих, вижу тех, кто знает это наше бандовское приветствие и, собственно говоря, приятно находиться в своих. Да, вижу, Фейсбук присоединяется, «Доброе утро, мир» и люди, живущие в нём. Для тех, кто меня видит в первый раз и случайно выпал на эфир, увидел эфир в репостах своих друзей. Меня зовут Светлана Горбыч, я психолог, на всю голову, уже много лет. Уже лет 10, как занимаюсь в психологии денег и благополучия и помогаю людям найти вот эту точку входящего управления, входящим денежным каналом и сходящим денежным каналом. Сразу на старте, те, кто будут смотреть, попрошу, делитесь эфиром, потому что то, о чём я буду говорить, поможет вам и вашим близким, тем, с кем вы поделитесь, не натворить бед, не наделать ошибок, которые впоследствии достаточно сложно разгребать. Вокруг денежного канала, просто, да, для Фейсбука есть кнопочка, красная кнопочка «Поделитесь», просто нажмите её «Поделитесь». Вы таким образом не просто поделитесь чем-то полезным с близкими, а, возможно, действительно поможете им избежать не самых хороших последствий. Сейчас будем в дальнейшем говорить, будет понятно, про какие последствия я говорю и какими последствиями вас пугают. Хотя пугать, в принципе, планов нет от слова «совсем». Перед тем, как пойдём разбирать виды потоков денежных каналов, какие есть виды входящие, какие есть виды исходящие, потому что это не один вид. Вот денежный канал, открой мне денежный… Я когда слышала, как прокачать денежный канал, мне дурно становится, вот честно. Мне в личку не так давно написали «Как открыть денежный канал». А как… Сейчас дойдём. У меня к открытию денежного канала очень своеобразные отношения. Да, то есть для начала я вас немножечко прозачаровываю. Для начала будет ложка дёгтя, а потом будем смотреть, что с этим делать, так, чтобы это было экологично и практично, чтобы эти изменения действительно приносили что-то хорошее в жизнь, а не волну каких-то неприятностей. Поскольку, да, в некоторых случаях так называемое открытие денежного канала может принести с собой определённые суммы вместе с серьёзными проблемами. Сейчас покажу, вы поймёте, с чем это связано, что это такое и почему это на самом деле так. Так, с порцией разочарования. Первое, с чего мы начнём – с порцией разочарования. Когда человек говорит «Открой мне денежный канал» или «Как прокачать свой денежный канал?» Что он на самом деле хочет? Ну, давайте, включайтесь. Что на самом деле хочет человек, когда он хочет прокачать свой денежный канал? Он хочет, с большой вероятностью, чтобы у него стало больше денег. Даже не чтобы у него стало больше денег, а чтобы его уровень жизни был выше. Правда? Ну, сфига ли иначе, простите мне мой сленг, озадачиваться вопросами прокачки денежного канала. Где-то услышали, что деньги – это энергия. Где-то услышали, что деньги могут там как-то течь. А давай мы сейчас тут прокачаем, и они ко мне потекут. Да, чтобы деньги падали на него. Да, чтобы деньги падали на него. Почему он при этом мало что делает? Бывает по-разному. Я не говорю про то, что вот прям все такие инфантильные и все такие нежелающие брать ответственность и желающие денег с неба. Да, бывает по-разному. Но часто то, что я слышу в работе, в запросах, прокачать… Да, вот вы правильно пишете. Чтобы деньги шли сами по себе. Да, доход выше. Верно. Вот про доход выше прям соглашусь. Да, чтобы ничего не делать для этого и денег, и ничего особо не для этого. Абсолютно верно. И это абсолютно детская позиция. И это относится к входящему детскому каналу. Относится мы сейчас к входящему денежному каналу. Мы сейчас дойдем до этого. Но это опасная, очень опасная игра. Почему? В детском канале, вот в детских деньгах, в детских деньгах нет власти у человека. В детских деньгах человек абсолютно подвластен. И когда приходит клиент, который в детской позиции, говорит, прокачай мне денежный, я хочу прокачать денежный канал, прокачай мне денежный канал, что он иными словами говорит? Он передает власть над своими деньгами кому-то третьему. Это абсолютно детская история, опыта, когда мама дает карманные деньги, либо папа дает карманные деньги, либо государство дает пособие, либо большой злой начальник дает маленькую зарплату. Это желание получить с властью за собственное благосостояние, отданное кому-то большему, условно большему. Вот в этом большая-большая одна из, там их две больших опасности, но в этом одна большая опасность. Ещё раз, сейчас прочитаю комментарий и буду дальше. Он хочет не встречаться с проблемами, проработками, а сразу хочет много делать. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Теперь смотрите. Я иногда, не иногда, вот вру, не иногда, часто. И те, кто, если вы смотрите мои рилз, вы можете видеть вопросы. А что с этим делать? А что с этим делать? А что с этим делать? То есть я там про что-то рассказываю, я беру эфир, делаю из этого рилз, про что-то рассказываю, короткие, и сразу задают вопрос. Как это, а что ты с этим делать? Люди, у меня для вас один ответ, уж простите. Делать. Делать. Найти специалиста. Я не приглашаю всех ко мне, я всех со всеми не справлюсь, да, я всех просто не смогу принять. Найти своего специалиста, который работает в психологии денег, который знает системные вопросы с деньгами, как влияют родовые истории, как влияют травмы, которые проходили денежные расстановки. Можно на картах, можно вживую. Я преподаю денежные расстановки на картах. Да, я этому обучаю. Спросите у меня, кто с этим работает. Я вам дам своих учеников, которые классно работают и классно с этим справляются. Пойти к специалисту и делать. Потому что если вы сидите и говорите, ой, у меня это тоже так, и что с этим делать? Делать. Найти специалиста, кто умеет это прорабатывать и проработать это. Если вы 10 лет, 20, 30, 40, не суть важно, с этим живете и сами не сделали, это значит, что самому себе зубы лечить неудобно. Сам себе стоматолог – это такое, знаете ли, так же, как и сам себе гинеколог. Иногда надо просто пойти к специалисту и отнести это, вот то, что вы нашли, то, что мешает, и что-то с этим сделать. Чаще всего в рилсах, когда меня спрашивают, а что с этим делать, я пишу делать, проработать, пойти к специалисту и проработать это. Теперь, смотрите, из неприятного, я бы говорила, да, сегодня начну с неприятного, а дальше отдам, как пойдет, а дальше будем смотреть, как практически с этим работать. Вот эта история про «Прокачай денежный канал» – это история про конфетку. Это история про конфетку. Дай мне что-то. То есть я прихожу к тебе, дай мне. Не про «Я с этим буду работать», не про «Где я могу это решить», а про «Дай мне». Также та же самая история, когда мне писали, это реально не один случай, когда мне в личку пишут, там, Светлана, здравствуйте, смотрю ваши эфиры, или там, видела ваш эфир, потому что если смотрят эфиры, систематически таких вопросов уже не задают, видела ваш эфир, а как прокачать денежный канал? Ну, пойти и убрать все то, а вот тут, внимание, пойти, найти специалиста, выявить, что этот денежный канал засоряет и проработать то, что засоряет. Это крайне важно. Сейчас дойдем до этого, вы обнаружите, ну, вы поймете почему. Или у меня деньги не держатся. Что делать, у меня не держатся деньги. Какая в этом ловушка? Вот тот, кто меня давно смотрит. Какая ловушка в этой формулировке? Что делать, у меня деньги не держатся. Не буду долго, потому что много материала, не буду очень долго ждать ответа. Знаю, что есть задержка, знаю, что увижу ваши ответы чуть-чуть позже. Потому что деньги не могут держаться в принципе. Люди, вы деньги либо держите, либо не держите, либо управляете ими, либо не управляете. У денег нет ручек-ножек. Деньги не держатся, потому что вы их не держите. Потому что есть какие-то механизмы внутри вас, которые заставляют их сливать. Как только получил деньги в руки, быстренько избавиться. Получил в руки, избавиться. Получил слить, получил слить. Я не удерживаю их, да. А если я их не удерживаю, услышьте, деньги не приходят, я не властна над этим. Им, это они виноваты, не приходят. Да, у меня нет рычагов влияния. Я не, деньги не держатся, у меня нет рычагов влияния, это они не держатся. А вот когда я не держу, у меня есть рычаг влияния. Это что-то я делаю не так. Это какие-то мои программы, тогда я могу это изменить. Я не делаю деньги, это у меня рычаг влияния, это у меня власть. И это только одна ловушка, только одна ошибка, которая действительно ведёт, во-первых, ведёт к безысходности, к бессилию. Это для начала. Соответственно, к отчаянию и к депрессии. Либо опустившимся рукам. Не буду кидаться терминами, потому что депрессия, в принципе, надо ещё диагностировать депрессию. Это есть, либо, да, где-то есть утечка, идёт слив. Так вот, не слив идёт, а я сливаю. Сейчас прочитаю комментарий в Facebook и пойдём дальше. У меня два телефона, я на две сети. Так, ловлю на слове. Пожалуйста, порекомендуйте специалистов в Киеве лучше очно или онлайн. Тех, кто умеет работать с ранней травмой. Напишите мне, давайте напишите мне в личку. Если очно в Киеве, я не знаю, кто в Киеве остался, напишите, давайте напишите мне в личку, я вам отправлю. Потому что если вы говорите про раннюю травму, это может такая... Дайте мне в личку информацию в директ, напишите мне, я вам порекомендую специалиста, если есть этот специалист ещё в Киеве. Потому что если онлайн, то это не обязательно в Киеве. Да, вот если онлайн, это не обязательно в Киеве. И смотря что вы имеете в виду ранние травмы. Если мы говорим про травмы развития, ну, первый, кто пришёл в голову, лимзин. Вот первый, кто пришёл в голову, лимзин. Потом первый, кто... Ну, я не знаю, если он сейчас в Киеве. Не могу это точно сказать. Да, напишите мне, я скажу, с кем можно работать. Такс, да, и можно, вот так вот можно ловить меня на слове и писать, делать, мне не жалко рекомендовать коллег. Я, на самом деле, с большой радостью это делаю и часто. И часто пишу, если я не могу взять, если у меня не хватает времени, я отправляю. Я говорю, либо если цена не устраивает. Я зажравшийся, дорогой психолог. У меня учились на несколько недель, ну, 2-3 недели обычно. Поэтому пишите, я либо могу, ну, либо возьму в себе, либо порекомендую у кого-то. Только делайте с этим что-нибудь. Поехали дальше. Да, ладно, вы мне напишите в личку, потому что там понимание ранее травм, это надо понимать, что вы имеете в виду. Окей, дальше. Теперь смотрите. Что обуславливает деньги? Помимо еще того, что есть входящий и исходящий денежный канал. Помимо того, что есть входящий и исходящий, что это обуславливает? Что их обуславливает? Их обуславливает разница между полом и потолком. Вот это вот следующая опасность, на которую нужно посмотреть. Денежный канал, входящий и исходящий, обуславливает разница между финансовым полом и финансовым потолком. Очень-очень коротко, потому что это называется финансовая емкость. Очень-очень коротко про финансовую емкость, потому что я, по-моему, запланировала отдельный эфир. Там мы будем подробно разбирать, что вообще такое финансовая емкость, от чего зависит, да, и с чем ее едят. Так вот, коротко, смотрите. Финансовый пол – это минимум, ну, я думаю, что это вы знаете, я просто повторю. Финансовый пол – это тот минимум, который человек может получить, организовать себе. Вот это организовать себе, ниже которого он не упадет. Вот ниже которого не упадет. Финансовый пол – это ниже я не согласен. Вот ниже, чем это я не согласен. напрямую зависит от самооценки. Сейчас есть три основных параметра, которые обуславливаются. Финансовый пол обуславливается тремя штуками. Вот посмотрите, что такое финансовый пол. Ниже, чем это, я не готов. В любом случае я на это найду. Финансовый пол может быть ноль, ноль, ноль. А может быть, не знаю, там, 4 тысячи евро, 5-10. Это вот минимум финансового обеспечения, на котором я нахожусь. Всё дальше, больше, минимум. Он обуславливается страхом, стыдом и виной. Три параметра, которые обуславливают финансовый пол. Стыд, страх, вина. В идентичности сейчас. То есть кто я? Я ниже, чем это, боюсь себе позволить. Мне стыдно, если будет ниже. Я буду чувствовать себя виноватым, если я там не обеспечу что-то. Это жжо очень грубо, очень жирными мазками, но финансовый пол обуславливается стыдом, страхом и виной. Ниже этого человеку либо стыдно, либо страшно, либо чувствовать себя виноватым. За этим просто думайте, что за этим стоит. Сейчас мы к этому придём. Финансовый потолок обуславливается принадлежностью, и за этой принадлежностью тоже стоит стыд, страх, вина. Так же самое. Мне либо стыдно иметь больше, либо страшно, что заберут, либо буду чувствовать себя виноватым, что у кого-то меньше. Это очень грубо. На самом деле это гораздо более витиевато, но про это будет отдельный эфир. Стыд, страх, вина. То, что обуславливает, иными словами, то, что обуславливает финансовый денежный канал, его размеры, это стыд, страх, вина. Внимание, следующий вопрос. Внимательно будьте. Следующий момент. Когда есть стыд, страх, вина, что стоит за стыдом, страхом и виной? Вот если дальше обуславливается стыд, страх, вина, что стоит за стыдом, простите, страхом и виной? Дай Бог, чтобы меня хватило батареи. Травмы. Есть какие-то травматические опыты, научившие, научившие человека стыдиться, бояться, чувствовать себя виноватым. И если эти травматические опыты не проработают, конечно, Оля, травма. Если это не проработать, и вы приходите к энергопрактику и говорите, я хочу раскрыть канал. Если это не бутафория, есть сильные энергопрактики, тут не проработать. И человек раскрывает. Что-то там делается, у человека начинает переть энергия, которую он пропускает сквозь фильтры стыда, страха и вины. Что произойдёт? Какой будет результат? Даже при условии, что деньги появятся на какой-то период. Что произойдёт? Извините за сленг. Расфигачить так? То есть деньги где-то появятся, какая-то другая сфера начнёт лететь в тар-тарары. И человек не будет понимать, куда бежать и что со всем этим делать. А он просто вот этим вот глыбом стыда, травм, которые обуславливают стыд, страх, вину, дал движение. Не проработал, не взял, проработал, убрал, высвободил энергию. А задал этим всем травмам движение. Там не просто слив будет, там мясорубка будет. Там мясорубка будет. Откат и возврат, конечно. Откат, причём очень болезненный. Откат и возврат, да. Так, на курсе ты давала расстановку стыд, страх и вина. Очень круто. Мы с этого начинаем. На курсе, спасибо, Алина, да. На курсе денежной расстановки на картах мы начинаем. После там первичных техник, которые позволяют снимать заряды, мы начинаем. Одна из первых техник, одна из первых расстановок стыд, страх и вина. И когда мы разбираем те травмы, которые стоят за стыдом, за страхом и за виной, вот тогда только можно говорить об увеличении денежного канала, об прокачке денежного канала, об увеличении денежного потока и так далее. Когда проработаны травмы, стоящие за стыдом, страхом и виной. Потому что если на вот эту непроработку, как бы это помягче сказать, фейнуть, начать запускать туда энергию, это всё сдвинется с места и попрёт, и полезет. Буквально с смысла слова. Уже извините, мне мой француз. Это важно, очень важно понимать. Примерно так же самое, знаете, тоже мне недавно коллега написал, «Свет, а что ты думаешь?» «Свет, а что ты думаешь про открытие сердечной чакры?» Это сейчас не про деньги, маленькое лирическое отступление. Маленькое. «Что я думаю про открытие сердечной чакры?» Значит, пишут рекламу, специалисты откроют сердечную чакру. Вот тот, кто знает, я даже вижу, по меньшей мере вижу тех, кто проходил этот процесс, тот, кто реально не через бутафорию проходил ощущение, вот когда открывается сердце, не даст соврать. «Света, вижу тебя». Это физическая боль. Это не просто «Ой, у меня там сердце». Это физически ощутимая боль в сердце, в пекторалисе большой, грудиной мышце. Вот это вот, я к чему, да, я тебя увидела сразу. Ну просто те, кто проходили, не вижу всех, кто в шоковую проходил. В шоковую это очень сильно ощущается. Когда открывается сердце, это физически больно, это фиг перепутаешь с кем-то. Это не помедитировать и, значит, там, счастливо прожить. Почему? Почему у людей сердце закрывается? Почему люди в детстве начинают почти закрывать сердце? В детстве, подростковое, дальше. Боль, трэш и слёзы, водопадом. Конечно. Почему люди сердце закрывают? Да потому что уровень боли в травме достигает отметки, когда если сердце, если не перестать её чувствовать, с ума сойдёшь. Ну реально, это защитный механизм, чтобы не сойти с ума, перестаёшь, начинаешь меньше чувствовать. А теперь представьте, у человека защитный механизм, чтобы не сойти с ума, он начинает меньше чувствовать. Но наслушался, когда трещат со всех утюгов, что раскрой своё сердце, понимаете? Раскрой своё сердце, это проработай боль, за которой она закрылась. А когда трещат со всех утюгов, раскрой своё сердце, идёт такой персонаж, какому-то мастеру, который сейчас энергетический, там, трак тебе, дох тебе сделает, у тебя будет раскрытое сердце. И тут одно из двух. Либо это бутафория, либо это бутафория, либо укрывает так, то есть человек, не прорабатывая травму, не прорабатывает эту боль, начинает всю эту боль чувствовать. Можете себе представить, что там с человеком будет происходить? Ну, серьёзно. Слишком больно, потому берёшь и щит, и одеваешь его на сердце. Да, конечно, так, в упражнении «Возвращение жизни» у тебя «Обнять себя и сидеть так, как чувствует любовь, постоянно плачу в нём». И это упражнение про оттаивание. Там ещё, честно, Алина, до открытия сердца ещё оттаивать, оттаивать и оттаивать. И это упражнение после снятия зарядов, которые эту боль включают, да, и плачу там постоянно. А когда оно открывается, тоже нужно действие производить. Конечно, у меня верхний потолок, это я заглядываю, я, понимаете, выставила же так телефоны, у меня верхний потолок напрямую связан со стыдом, так как раньше мне сказали, что неприличная месть. Да, 90, а дяде, нечего есть. Да, и тогда нужно идти, прорабатывать этот стыд, прорабатывать, сделать расстановку, проработать этот стыд, отдать маме-мамино, дяде-дядина, и оставить этот стыд там, откуда взяла, кто подарил. И потом можно двигаться дальше. И есть специалисты, которые с этим работают, я с этим работаю. Все, вот просто спросите у меня, кто работает с денежными расстановками, они все умеют это делать. Я этому учу. Это можно научиться и уметь делать самим, да, и ещё и другим помогать. Двигаемся дальше. Я к чему? Вот эти вот истории про сделай мне трак, тебе дох, тебе дох, и пусть у меня всё будет хорошо. Они имеют свою плату. Они имеют свою... Они могут работать. Я тут не буду спорить. Они могут работать, но они имеют свою плату. Вы за них платите. И часто, увы, не деньгами, а последствиями. Теперь, это я вас чуть-чуть, значит, я же вам говорила. Вначале начнётся раздача слонов. Вначале будет разочарование. А теперь давайте по факту. Что из чего состоит? Входящий канал – это та энергия, это деньги, которые вы получаете. Исходящий канал – это то, как вы деньги отдаёте. То, как вы их, не знаю, там, тратите, вкладываете, инвестируете, ещё что-то. Входящих каналов, во входящем канале три потока. Три потока. Вот этому, чувствовать эти потоки, управлять этими потоками, мы проходим на модуле управления деньгами в денежных расстановках на карте. Входящий, во входящий канал. Можно смотреть, смотрите, можно на деньги смотреть с точки зрения видов денег, а можно с точки зрения входящего, восходящего канала. Вот если видов денег, то есть пять видов денег, многие из вас это слышали от меня. Есть пять видов денег, два прошлые, два настоящие, один будущий. Родовые, родительские, детские, взрослые, капитал, либо деловые. Пять видов денег. Теперь по этому, вы слышали, я на этом долго останавливаться не буду. Теперь входящие каналы, родовые деньги. Родовые деньги – это по сути, если очень-очень коротко, если очень коротко, родовые деньги – это по сути сила рода, которая материализуется. Ту силу рода, которую вы получаете, можете материализовать. Это вся та энергия обмена вместе со всеми родовыми историями, историями с этим связаны, которые были в вашей родовой системе, благодаря которым эта энергия передалась к вам. И вы можете эту энергию… Это входящий, это вид входящей энергии, входящего в денежного потока. Родовые деньги – это так и называется. Это нематериальные деньги, ныне нематериальные деньги, когда-то это были материальные, ныне нематериальные деньги, вместе со всеми историями с этим связаны, которые вы получаете, либо где-то блокируете. Это входящий. Это по сути ваша реализационная сила, ваша сила двигаться вперед. Вот родовые деньги, они очень такие, они очень вперед. Они либо дают поддержку сзади и толкают вперед, либо вы не чувствуете этой поддержки и такой поддержки движения. Родительские деньги – это все входящие. Родительские деньги – это входящий поток. Если в родовых деньгах ловушка в какой-то истории в вашей родовой системе, то ловушка родительских, входящих родительских денег в обесценивании. Огромное количество людей обесценивает родительские деньги. Родительские деньги – это для вас еще нематериальные, нематериальные для вас. Это как энергия. Это все деньги, которые родители вложили в ваше появление. Начиная от того, что мама кушала, пока она была беременна, или когда она кормила вас грудью. Родомы, пеленки, распашонки, кроватки, игрушки, садики, медобслуживание. Вот это вот все, что было в вас вложено, вместе с родительскими моделями взаимоотношений с деньгами. Вот это родительские деньги. Это то, как вы впускаете, либо не впускаете. То, как вам можно, либо то, как вам нельзя. То, как деньги есть, либо то, как денег есть. Нет, поставьте, пожалуйста, лайки, огонечки, плюсики тех, кто в воспоминании своего детства есть ощущение, что денег не было, денег было мало. Родители денег не давали, либо с деньгами не справлялись. Дайте знать, родительские деньги сплошная наружу. Да, вижу лайки в Фейсбуке, вижу в Инстаграме. Вот те, кто сейчас, смотрите, простой тест. Те, кто сейчас поставил лайк, да, мало, либо не было, либо не справлялись, это обесценивание денег, которые аукиваются вам невозможностью видеть деньги в своей жизни. Простейшая штука. Если вы обесцениваете родительские деньги, да, вы не видите возможности быть, вы не видите возможности достатка. Потому что вы вспоминаете только детские, возможно, деньги, вы вспоминаете только недостаток, не глядя на все то, что было. Вы не смотрите на то, что денег было достаточно. Вам, вас этому не учили, в детстве вас этому не учили. Да, это нарвать не про хорошо, не про плохо. Просто, ну, вам не рассказывали этого. Да, вы не смотрите на то, что денег было достаточно на том уровне для того, чтобы жизнь была, появилась, закрепилась и продолжила дальше. И когда вы обесцениваете родительские деньги, родительские деньги – это то, что было вложено в вас. Когда вы обесцениваете родительские деньги, происходят две вещи. Вы, первое, смотрите, вы заточены смотреть на дефицит, а не на достаток. А фокус внимания играет огромную роль. Вы не видите, как деньги проходят сквозь вас. Это другое. А если еще у вас есть вдруг претензия к родителям по поводу денег, вы отвернуты от своих денег. Все очень простая штука, я как-то про это говорила. Если у вас есть претензии к родителям относительно денег, вы смотрите на их деньги, и вы от них отвернуты. Туда же относятся претензии, связанные с наследством, туда же относятся манипуляции, связанные с наследством. Мы про наследство очень много работаем. На денежных расстановках это вызывает бурю обсуждения эмоций, возмущения работы и осознания, где на самом деле я себе заблокировал деньги. Сейчас прочитаю комментарии и подвигаемся дальше. Так, было противоречие, как мне хочется так поставить. А, было противоречие, реально по большей части обеспечения было вполне прилично, но в семье всегда было ощущение, много денег иметь нельзя. И у нас их много не бывает. Вот, а это как раз перенятая, взятая у родителей модель отношения с деньгами. И когда мы работаем с родительскими деньгами, в Денежных расстановках мы выстраиваем всю систему. Я обучаю. Мы выстраиваем, я обучаю, как это делать, как это можно взять и как инструмент дальше работать. Когда мы выстраиваем. Один из моментов, который мы там делаем, это разделение себя и родительских правил использования денег. Это про позволение впоследствии, про позволение себе жить по-другому. То есть у родителей было так, у меня может быть по-другому. Потому что бессознательно это сцепливается. И вот это противоречие, вот это ощущение о том, что денег всегда не было, оно остаётся и блокирует тот самый входящий денежный канал. Просто блокирует. Деньги. Я не очень люблю приписывать деньгам человеческие качества, потому что деньги – это не люди, хотя они приходят к вам через других людей. Но тем не менее определенным сознанием эта энергия обладает. Это Грегор обладает. Это уже огромная структура. Так вот, деньги не любят обесценивание. Не любят деньги обесценивание. Даже когда вы проходите мимо, да, и видите денежку, и думаете, поднять или не поднять, не поднять, но подарить. Потому что если вы проходите, да, мелкие не буду поднимать. Вот если это обесценивание, не надо. Да, то есть большой, есть некий риск о том, что постепенно вы перестанете видеть и находить деньги не только на земле. Поднять, ну, вроде как, у многих есть множество суеверий на эту тему, и они могут быть обоснованы. Я тут даже не буду спорить. Но вы можете сделать простую штуку. Вы увидели денежку на полу? То есть я пытаюсь показать вам, насколько важно не обесценить деньги, насколько важно деньги ценить. Я не говорю, что деньги ценят и всего остального, но обесценивать точно не надо. Вы увидели денежку на земле? Вы поблагодарили мир за то, что вам её дали? То есть вы сказали, да, окей, я вижу, спасибо. И я дарю. То есть она моя, я её принимаю. Может, даже это всё сделать, не поднимая в руки. И я дарю её тому, так как благотворить. Даю её тому, кому будут нужны. Но не обесценивать. Маленькие деньги, то, что вы называете маленькими деньгами, потом складывается в большие потоки. Так, мама не получила наследство и передрался канал денег. Физически уменьшилось. Тут не получила, нельзя не получать. Давайте про наследство, если будет большое желание, я сделаю отдельный эфир. Я знаю, что на денежных расстановках мы про наследство говорим много. И там действительно очень много нюансов. Просто отказаться от наследства тоже нельзя, но быть развернутым к нему – это отвернуться от своих денег. Здесь есть нюансы, на которые надо смотреть. Я боюсь сейчас зависнуть в этом. Если вы просто отказываетесь от наследства, вы обесцениваете деньги. Обесценивание денег, ну, ещё раз, деньги обесценивания не терпят. Деньги тогда говорят, ну, окей, там, где нас не ценят, собственно говоря, есть другие места. Да, это одна крайность. Не просто отказаться от наследства. А вот быть развернутым и быть в манипуляциях наследством – это другая крайность. Это отворачивает от своих денег. Так, у меня, у нас все покупки были большие в долге. Долги меня происходят. Это модель поведения. Это вы взяли, да, это родительские деньги вместе с моделями взаимоотношения. А я всегда поднимаю, наверное, с присказкой монетка. Иди ко мне жить, пульсни ко мне миллион двух гривневых купюр. Ну, можно и так, если окей, Анташа. Так, наследство всё маме. Не знаю, про что это наследство всё маме. Поехали. Про наследство молчу. А, про наследство хочу. Ты списываешь цвет, да, я увидела. Про наследство молчу. Про наследство хочу. Я посмотрю, куда вставить эфир. Про наследство сделаем. Потому что наследство – очень интересная тема. У меня когда-то у самой была большая-большая история, связанная с наследством, с которой, собственно говоря, детская мясорубка. Началась детская мясорубка не с наследства, а там с серии смерти. У меня была у самой большая-большая история с наследством. Поэтому я на этом съела собаку. Съела во всех. К контрольным по диагонали. Окей. Это родительские деньги. А теперь, внимание, детские деньги. Про родительские тут понятно, да. А теперь, внимание, детские деньги. Детские деньги – это не деньги, которые платит государство маме, когда она родила ребёночка. Детские деньги – это те деньги, которые получает ребёнок от взрослого. Маленький – от большого. Начинается это с карманных денег. Вот первые деньги, которые уже материальны для вас – это карманные деньги. Вот это детские деньги. Вот это детские деньги. Очень хочется про наследство. Сделаю про наследство. Сделаю. На этой неделе нет. На следующей неделе давайте сделаем про наследство. Поговорим про это. Давай на вторник, наверное, запланируем эфир про наследство. Окей, двигаемся дальше. Детские. Вот теперь важно, важно, важно. Детские деньги, ребёнок первый раз встречается – это детские. Это когда ему дают денежку и говорят – это твоё, потратить на что хочешь. Ну, можно, конечно, дать какие-то ограничения из серии, я не знаю, до 10 лет сигарет не покупай. Я утрирую. Я против и в 10 лет, и в 14, в принципе, против, хотя сама курила долгое время. Уже много лет, ну, какое-то время не курю, но был период, долгое время, когда я курила. Правда, курить я начала очень, ну, очень, уже в очень осознанном возрасте начала курить. Так вот, смотрите. Первое – входящие. Вот детские деньги – это те деньги, которые уже имеют и входящий, и сходящий канал. И которые могут перемещаться из входящего в исходящий и так далее. Детские деньги – это деньги, которые не зарабатываются, не создаются человеком, а получаются от большего. В детстве – это мама, либо папа родит, да, мама, папа, бабушка. Ребенок не может влиять существенно и осознанно на количество получаемых денег. Ребенок не может сделать эти детские деньги там очень большой суммой. Решение о сумме, о количестве детских денег принимает кто-то другой. Детские деньги – это и деньги, которые дает мама, либо папа карманные. Детские деньги – это стипендия, решение принимает кто-то другой о количестве. Детские деньги – это пособие по безработице, это детские деньги. Пенсия, если она не была организована и управляема самим человеком, если это платит государство, даже если бы он платил много лет пенсионный фонд, это детские деньги. Пенсионер не может повлиять на количество пенсии. Он не может говорить, я сейчас буду больше что-то делать, что-то другое придумаю, что-то создам, и у меня будет больше. Он не может на это влиять. Постоянная зарплата, ставка на предприятие – это детские деньги. Потому что человек не может влиять. Он работает с пяти до восьми. Это как я, наверное, иногда. Сегодня я с пяти утра за компом. С восьми до пяти. Нормальные люди работают с восьми до пяти. Я с пяти до восьми. Да, вот он работает, есть ставка, и как бы он ни кувыркался, это детские деньги, внимание, получают. Поэтому расширьте мне финансовый канал. Это детские деньги. Власть над деньгами в таком случае остаётся у большего, а не у самого получающего. Слышите это? Это детские деньги. Это детские деньги, ну, входящий канал детских денег. Опасность детских денег, надо понимать, в том, что власть над количеством не у самого человека. Входящий канал. А опасность исходящего канала в детских деньгах – детские деньги. Как тратят деньги дети? Импульсивно. Дети тратят деньги. Импульсивные покупки – это исходящий канал детских денег. Сейчас прочитаю комментарий, дальше расскажу. А если работает в семье только муж, его зарплата для меня – это детские деньги? Да, Танюш? Его зарплата для тебя – это детские деньги? Абсолютно верно. Верно, это детские деньги. Да, когда работает в семье только муж, женщина получает, берет деньги, получает деньги от мужа. Для женщины это детские деньги. Для мужа взрослые, для женщины это детские деньги. Да, это деньги старшего партнера. А исходящий канал – это когда деньги тратятся импульсивно. Захотел – купил. А давай потратим. А вот очень-очень нужно. Хочу. Глазки горят. Да, какой-то включился какой-то, не знаю, жиг-жиг, сработал триггер, глазки загорели, мозг отключился. Хочу. Кризи. Долги. Надо, не надо. Хочу. Вот у меня на детских деньгах, я когда-то ввела в себя правила. У меня по детскому принципу обучалки покупались. Долгое-долгое-долгое время. И сейчас еще ловлю на этом себя. И сейчас до сих пор иногда успеваю стукнуть себя по рукам. Ну, я вечный студент, да, глаза загорелись, хочу и потом успеваю интегрировать, не успеваю. Это уже отдельная тема. Но вот это вот глазки загорелись, мозг отключился, это детские деньги. Вопрос, когда деньги сливаются, это не способность управления детскими деньгами. Это когда человек зафиксирован в детских деньгах в исходящем канале. И тогда он будет сливать. Потому что не импульсивно. Он будет не замечать даже, как он это делает. Включается вжиг, да, триггер сработал, зажужжало. Деньги слились, триггер выключился. Человек смотрит по стране, думает. Ну, и думает он по-разному в мере своей распущенности, иногда нецензурной лексикой. Это детский, еще раз, входящий, человек не может влиять на количество, да, входящий канал детских денег. Исходящая импульсивная трата. Вкаев радость и удовольствие, не вопрос, но импульсивная трата. Взрослые деньги. Это тоже входящий, исходящий канал взрослых денег. Взрослые деньги в сходят полностью в власть человека, которым этим управляют. Это не мне кто-то дает, да, это я создаю деньги в своей жизни. Вот это взрослые деньги. Я не просто притягиваю деньги, да, я сажусь, смотрю, сколько я хочу, либо сколько мне надо, либо сколько мне надо, плюс сколько я хочу, какие у меня есть на это знания, навыки, умения, что я могу, да, что я могу предложить людям, чтобы обменяться с людьми на вот это количество денег. Вот это взрослый подход, это взрослые деньги. Абсолютно управляемая. Да, тоже имеет свой потолок, который обусловлен стыд, страх, вина. Но зная, как с этим работать, можно абсолютно играться. Я вчера попросила, мы работали с ассистентом, я говорю, давай посмотрим. Вот у меня набор сейчас, да, 5 октября стартует проект денежной расстановки на карты. Да, я села, говорю, так, давай посмотрим, что у нас там, да, что. Я поставила фигуру клиентов, я поставила свою фигуру, фигуру проектов, фигуру будущего, посмотрела, что там за динамики, обнаружила ограничения, потому что я, ну, да, то у меня тоже есть там сознание бессознательное, какие-то мои процессы, какие-то удивительные процессы. Да, обнаружила, где, что, где, может быть, какой, может быть, затык. Здесь же на месте этот затык убрали с коллегой, с моей же ученицей, которая проходила денежные расстановки на карты. Да, и будут заходить куратором, одним из кураторов, будут несколько кураторов в этом потоке. Убрали, я уже увидела, как изменился поток. То есть, да, есть бессознательные программы, да, есть что-то, что я хочу сделать, есть что-то, что я могу предложить, есть мои неосознаваемые программы, которые могли это заблокировать. Но когда есть знания и умения и навыки, я могу это открыть, посмотреть, убрать, ну, да, поменять, убрать и создавать ту сумму, которую мне хочется. И делать тот уровень денег, тот объём денег, который я сейчас чувствую комфортным для себя. Сейчас прочитаю. Вот это входящий канал «Денежек денег». Этому я учу на «Денежек расстановках». Так, сейчас прочитаю комментарий, пойдём дальше. Я делала запасы денег, собирая из фонтана около гостиницы «Интурист». Родители не давали, наверное, денег. Это было до школы. Потом начала другим образом. А по жизни минимальные заработки. Алла, сформулируйте вопрос в этом. Ну, мне слишком мало информации, чтобы я вам что-то прокомментирую. Ну, и так бывает. Всё, что я могу сейчас сказать, и так бывает тоже. Да, то есть, если есть в этом какой-то вопрос, ну, сформулируйте. Я не знаю, что ответить на это. Так, это ещё про наследство. Про наследство я уже поняла. Идёмте дальше. Теперь, взрослый день. Вот это входящий канал «Взрослых денег». Чувствуете разницу? То есть, в первом, в детском, что дадут? Во взрослом я знаю, как конкретно обеспечить себе эту желаемую сумму. И знаю, ну, мне проще, но я этому учу, если хотите. Не если хотите, а welcome. Ну, да, если хотите. В welcome можно написать Ольге Малевицкой. Она отправит уже всю информацию. Есть вся информация, все пакеты, все, как это будет происходить. Мы придумали, на самом деле, крутейший. Вот этот проект и так был крутой. Честно, это мой любимый проект. А то, что мы сейчас сделали по-другому, вообще бомбически будет. Напишите Ольге Малевицкой, она отправит вам всю информацию. Теперь, исходящий денежный, исходящий канал взрослых денег – это распределение. Это распределение. Детские деньги сливаются импульсивно. Детские деньги сливаются импульсивно. Взрослые распределяются. И вот из взрослых денег распределяются на детские, когда я, взрослая, могу дать себе ребёнку, своему внутреннему ребёнку на побаловаться. Распределяются на жизнеобеспечение, распределяются, не знаю, на обучение. Я жизнеобеспечением назвала всё. Но там, понятно, это жильё, коммунальное питание, обучение детей, одежда, здоровье, собственное обучение, отдых, развлечение, подарки близким. Налоги благотворительность почему-то в последнюю очередь, хотя я с этого начинаю. Я своё распределение начинаю с налогов благотворительности. Уже не один год. И капитал, и вывод откладывается в капитал. Если откладывается, у меня откладывается. Вот это распределение. Внимание, во взрослых деньгах чего нет? А ну-ка, те, кто были в проект, проект реально крутой. Спасибо, Алина. Ну, вот правда крутой. Вот не скромно, но правда крутейший проект. Обалденный. То есть такого проекта больше не было. Тема долгов разбирается. Конечно, тема долгов обязательно разбирается на обучении. Конечно, да. И долги откуда, и все виды, откуда они берутся, и долги как симптом, и где брать, как находится, откуда это пришло, и что с этим делается. Конечно, тема долгов разбирается. Я про долги, по-моему, делала эфир не так давно. Может, ещё сделаю, потому что можно смотреть. Долги можно разбирать с разных вещей, с разных сторон обязательно разбирается тема долгов. Нет долгов. В смысле, нет долгов? Не совсем поняла. Я не совсем поняла. У меня нет долгов. Уже давно. Я давно живу без долгов, без кредитов, без, ну... Так, во взрослых нет импульсивного слива. Да, во взрослых нет импульсивного слива. Во взрослых нет кайфа. Вот это такая интересная штука. Во взрослых нет, во взрослых деньгах нет импульсивных покупок, нет слива и нет радости. Вот это удивительная штука. Это то, из-за чего иногда люди... Ай, у меня сейчас скоро закончится батарея, на это будет. Во взрослых нет слива и нет радости. Во взрослых есть... Это математика. Это сюда, это сюда, это сюда, это сюда. И если человек в стремлении к взрослым деньгам упускает, не даёт себе детство, ну, да, детские, получается вот этот спецферк, когда денег есть, радости нет. Я когда-то вот и попала, долго не могла понять, что же происходит. Ну, то есть, в принципе, перестают деньги включать. Ну, да, есть, ну, я получила, сколько бы ни получила. Это на жизнеобеспечение, это на обучение, это науки, это благотворительность, это капитал. Жизнеобеспечение, налоги, благотворительность, капитал. Жизнеобеспечение, налоги, благотворительность, капитал. Всё. И теряется радость. И когда теряется радость без детских денег, без детских денег, зарабатывание денег становится пахотой. Даже если вы очень любите свою работу. Даже если вам в драйв и в кайф работать, делать то, что вы делаете. Если у вас нет детских денег, если вы из взрослых в распределении не берете себе 10% на детские, которые будут включать вам огонь, кафе, драйв и импульсивные покупки тоже, вы постепенно начнете выгорать. Детский, вот этот исходящий детский канал, он нужен, он кажется опасный слив. Когда человек не умеет этим внутри себя руководить, это опасный слив. Когда человек полностью от этого отказывается, это выгорание. А вот эти вот в исходящем потоке должны быть и взрослые деньги распределения, и детские деньги, которые, собственно говоря, профилактика выгорания, которые оставляют кайф, драйв и радость от зарабатывания денег. Я в это постоянно попадала, и попадаю. Это взрослые деньги. И есть еще взрослые, абсолютно управляемые. Взрослые деньги абсолютно управляемые. Человек абсолютно управляет входящим и абсолютно распределяет исходящим. И мы внутри себя, что мы делаем внутри себя? Мы внутри себя берем деньги, и внутри это не только на бумаге, это ощущение. Я внутри себя ощущаю, как я перевожу, есть деньги, перевод в детские, взрослые распределения, и в исходящем, исходящий, замыкающий на самом деле, канал, перевод в капитал. Вот третий канал, он исходящий, замыкающий. Когда из взрослых выходят деньги и уходят в капитал, либо в деловые деньги. Это те деньги, которые накапливают капитал, и впоследствии деньги, начинают делать деньги. Вы можете это либо оборачивать, какая-то часть уходит на рост, какая-то часть уходит на инвестиции, какая-то часть просто, может быть, у вас лежит, подушкой, матрасом безопасности, батутом безопасности, не знаю, чем-нибудь. Вот это распределение из взрослых денег, он исходящий, замыкающий. Почему он исходящий? Потому что, с одной стороны, вы из взрослых денег выводите в капитал, с другой стороны, постепенно этот капитал начинает нарастать и приставать при грамотном упрощении приносить свои дивиденды, соответственно, уже запускается во взрослые. Здесь начинается денежная цикличность, здесь начинается та самая история, когда деньги делают деньги и деньги идут к деньгам. Вот это та самая история. Вот это устройство денежного канала. Это не просто труба, которую можно накачать энергией и такой, ю-ху, на этой энергии пролетая. Нет. Вот если не разбираться в этом, не прорабатывать страх, стыд вину, то, что мешает не прорабатывать свой выход к своим деньгам, способность и получать, и создавать, и контролировать, контролировать импульсивные траты, и распределение, и капитал, и создание новых потоков, а просто прокачайте мне денежный канал. Да удиви меня, детка, прокачай мне денежный канал. И начинается идти поток, и несет все, ломается просто вся структура, потому что как структура, она какая-то скомпенсирована из всех травм, которые имели место быть. Так, спасибо, я что-то уловила, пойду раскручивать. Хорошие раскрутки. Так, а если долги образуются от того, что украли товар и появились долги перед поставщиками, куда смотреть? Хороший вопрос, смотреть в расстановку. Ну вот по-честному. Да, потому что то, что вы описали, вы описали внешнюю механику возникновения долга. Но если товар украли, где-то есть в системе воровство. А где в вашей родовой системе, в вашей системе есть воровство, кого вы наследовали, чью историю вы проявили, да ну откуда же я знаю? Я не знаю. Надо открывать поле, смотреть в поле, смотреть, заходить в расстановку и в поле смотреть. Хотите, напишите, можно у меня, можно спросить у меня, спросите у меня, я порекомендую выпускников денежных расстановок, которые умеют прекрасно с этим работать. Смотрите в систему, где долг, кого вы проявили, кого проявила эта история. А мы сегодня сможем обнаружить свои ограничения. А как вы хотите обнаружить сегодня, нет, как именно, как обнаруживать, откуда идет, я вам это уже показывала. Я сейчас второй раз не буду этого делать, потому что уже 9 часов, и я уже буду заканчивать заканчивать эфир. Диагностику, я как обнаруживать, откуда идет, по-моему, с долгами я это даже показывала, я не помню. Я это показывала, сейчас второй раз это не буду. Если вы хотите нормальную диагностику, ну, серьезно, возьмите, напишите специалистам, которые могут сделать диагностику, посмотреть, откуда. Либо возьмите предыдущий эфир и по той же самой схеме сделайте это. Вот по той же самой схеме тогда, когда я показывала, как можно посмотреть, откуда идут долги. Сейчас не буду на это заморачиваться, но сейчас уже буду заканчивать. Ну, откройте предыдущий эфир, я не помню, по-моему, в долгах я это показывала. Точно не помню, по-моему, в эфире про долги. Так же самым это можно сделать. Окей, что я вам говорила? Резюмирую очень-очень кратко. Первое. Просто прокачайте мне финансовый канал. Это передача власти над своими деньгами кому-то другому. Это детская позиция, история с того, что когда ребёнок ждёт, когда ему что-то большое даст. Откройте мне сердечную чакру. Это про запустите меня в хорошую боль, от которой я свою сердечную чакру закрыл. Если не прорабатывать эту боль, то либо это будет профанация, либо начнёт колбасить так, что мама не покажется. Потому что травмы есть, если их просто открыть и не исцелять, не работать с этим, то это открытие, даже при закрытии травмы, открытие сердца, очень болезненный процесс. Шикарный потом в процессе. с классными проживаниями результатами, да, не вопрос. Более того, любовь, когда у человека много любви, любовь увеличивает финансовую ёмкость. На денежных расстановках я это очень показываю, это участники видят просто, просто визуально это видно. Когда мы делаем работу про любовь, про конфликт любовь и деньги, визуально видно, как любовь увеличивает финансовую ёмкость. Это на самом деле волшебство. Участники такс. Я так понимаю, что в Инстаграме звук, скорее всего, уже пропал. С большой вероятностью, не знаю, может быть, пропадает твоё же видео. Мне просто пытаются позвонить на Телеграм, прямо в эфире. Не очень люблю, когда это делают. Поэтому чаще всего в Инстаграме пропадает звук. Так, резюмира. Дальше. Структура денежного канала состоит из входящих потоков, трёх исходящих потоков, трёх. Один из третьего исходящего, он замыкающий. Входящие, родовые деньги, сила рода для материализации желаемого, родительские деньги, всё, что у вас было вложено вместе со всеми правилами взаимодействия с деньгами. Детские деньги, когда кто-то большой даёт, и вы не властны над количеством, но импульсивно можете спускать. Это структура входящего канала, исходящий канал это детские деньги, импульсивный слив, взрослые деньги, входящий канал, ещё раз, извините, входящий канал, это взрослые деньги, это создание любой суммы, желаемой вами. и детские деньги мама получает, взрослые деньги и капитал, когда он замыкает, когда он уже приносит дивиденды. Исходящий канал это детские деньги, когда ребёнок сливает импульсивно, сейчас я поправлю, детские деньги, когда ребёнок сливает импульсивно, взрослые деньги, когда он распределяет, и из взрослых денег, Капитал, когда деньги выходят в капитал. Вот это структура денежного канала. Фу, Люся. И с вот этим мы работаем на денежных расстановках, которые, в принципе, начинаются уже с 5-го числа. На этом я с вами буду прощаться. Те, кто планирует заходить в денежные расстановки, пишите, пожалуйста, Оле. Там есть несколько пакетов, несколько форматов участия. Оля отправит вам все, отправит вам всю информацию. И с 5-го числа буду рада видеть вас в группе. На этом я с вами сегодня прощаюсь. Делитесь, пожалуйста, эфиром. До новых встреч. Пока-пока.